добрый день дорогие друзья приветствует в экономике здравосмысла с вами рослах романчук будьте с нами подписывайтесь пожалуйста наш канал и мы начинаем сегодня тема 20 миллиардов долларов заморожено в инвестиционных проектов 20 миллиардов долларов друзья это не сумма которая выдумала это не то что я сам посчитал это просто то что назвал глава советник александра лукашенко по экономике бельский когда он выступал на конференции посвященной итогам 22 года экономики и планом на 23 год как мы будем выходить из рецессии как экономика беларуси будет избавляться от кризиса и вот друзья бельский заявил что по по счетам администрации президента на разных стадиях реализации находится инвестиционных проектов внимание на 20 миллиардов долларов 20 миллиардов долларов они говорят разные стадии готовности они вот-вот закончится просто представьте себе то количество денег которое заморожено в проектах которые могли бы быть реализованы размороженные и значит начать приносить деньги в бюджет и иди доход банком акционерам если бы не было санкции если бы не было военного положения если бы лука не вляпался по полностью в военный коммунизм и в соучастник агрессии войне против украины вот друзья цена которую беларусь заплатить за экономическую не не столько экономическую политику сколько за внешнюю оборот политику и политику в сфере войны вот если вы представьте себе вот этого ничего не было что сегодня последние три года с беларуси происходит даже с тем режимом авторитаризма тоталитаризма который был который многие белорусы большинство белорусов не замечалось 96 года по сути дела но это было бы существовал лукашенко проводил какие-то мероприятия какие-то встречи с оба сия даже может быть вступил бы совет европы даже открыли бы офис европейского инвестиционного банка переговоры уже были бы европейский банк реконструкции развития программы всемирного банка программа мвф все было почти на мази то конечно были свои нюансы но тем не менее вот желание международных организаций работать было совершенно очевидно но тут пришла парад выборов двадцатый год и вот все то что было мягко говоря на каких-то белых нитках разорвалась и беларусь прям пошла полетела там травы с конечно же 20 миллиардов долларов которые были заложены в эти разные проекты это те деньги от которых остаются обретвленный капитал которые далеко не факт что все вернутся даже в бюджет более того я думаю что большая половина просто пропадет потому что реализация день проектов уж точно не будет прибыльной в режиме когда белорусская экономика работает в режиме военного коммунизма с изоляции из-за железным занавесом санкций потому что друзья и те же там нефтянка вот кому нужны в прежних объемов на нефтепродукты украине нужны украина конечно от врага покупать не будет европейский союз тоже понятное дело покупать не будет даже удобрение попробовать и вывези удобрения через достаточно ограниченные логистические транспортные возможности россии не не вывезешь а инвестиции в калийные удобрения инвестиции в химической промышленности многое другое которое было рассчитано безусловно на экспорт потому что беларусь мало открытой экономикой для того чтобы заработать необходимо произвести в беларуси и продать за рубеж продать понятное дело можно по всему миру но есть товары которые пользуются спросом белорусские товары на или в небольшом количестве стран и как раз эти преимущественно проекты были реализованы вот начаты реализованы последние там десять лет и они сегодня заморожены да будут деньги на то чтобы пытаться закончить но даже если вы закончите условно реализацию проекта по калийным удобрениям кому вы будете калийные удобрения поставлять белорусским кохозам совхозом которые не платят или россии так там россии в урал-калии есть вот вам и затычка вот вам и в запор в системе это касается многих многих предприятий многих проектов которые на самом деле сегодня вот руководители от которых думать блин а что нам делать ну что он от того что бельский обещает деньги что обещает лукашенко что обещает головченко премьер-министр руководители страны министры, они говорят, да, конечно, Россия нас спасет, Россия нас заменит, тот же Национальный банк выходит и говорит, вы знаете, в следующем году рост кредитования будет чуть ли не на 20%, от какого бугра, откуда у банков будут деньги для того, чтобы начинать работать, начинать вот такой спрут кредитный, представляете, ну, если только эти предприятия, вот там 100-200 любимчиков будут получать кредиты под 5% в рублях или под 6% в российских деньгах, в российских рублях, потому что, ну, все равно же не дадут, все равно же госгарантии есть, да, и для того, чтобы этот оборотный капитал был, им будут эти деньги давать. Ну, представляете, когда в ситуации, когда экономика падает почти на 5%, да, Национальный банк для того, чтобы хоть какие-то цифры били, обеспечить красивый, там, прогноз на следующий год, цифры роста 3-4% ВВП, надо придумать вот такую замануху по поводу быстрого роста кредитования экономики, надеяться также и на то, что будет рост спроса внутри экономики, откуда он возьмется-то, что люди начнут богатеть, люди начнут больше зарабатывать, производительность труда у них увеличится за счет чего, за счет того, что они будут использовать или добивать оборудование импортное и переходить на советские образцы техники, машины и оборудования, станков, ну, конечно же, на них заработать можно какую-то копейку, но явно гораздо меньше, чем то, что было в Беларуси даже в 2010-х. И мы опять-таки, друзья, видим цифры экономического роста за период 2011-2022, они будут близки к нулю, 0% за 12 лет среднегодовые темпы роста, это приговор той системе, которая называется Совок Госплан и тому режиму, в который перешла Республика Беларусь последние полтора-два года, это режим военного коммунизма. Но Лукашенко, ну, какая разница, ему напишут, скажут, что видите, мы на это рассчитываем, да, скажут, что у нас все устойчиво сохранилось и у нас 4 миллиарда вот по 9 месяцам положительное сальдо от платежного баланса, потому что импорт, зачем покупать, импорт по каким ценам покупать? Это радикальный провал, который означает, что Беларусь просто выгоняет сама себя и выгнала руками своего руководства с внешних рынков. Там те внешние рынки, на которых очень сложно зайти, очень сложно удержаться, нужны ресурсы. Беларусь взяла и обнулила, вот и все. Ну а 20 миллиардов долларов, друзья, это деньги, на которых уже были освоены заработанные откаты, схематозы и распорядители чужого, те же 3%, они уже свое получили. А остальное, это называется, как в системе военного коммунизма, будет переложено на плечи обыкновенных людей, налогоплательщиков. Они не получат дополнительное повышение заработной оплаты, они не получат премиальных, они не получат рабочих мест на самом деле, потому что какой смысл реализовать инвестиционные проекты, смысл, продукция из которых никому не нужна или нельзя будет ее продать. И вот, друзья, это 20 миллиардов долларов тех незаконченных, незавершенных инвестиционных проектов, которые мы видим как одну из частей тех издержек, той платы, которая заплугует платить Беларусь за тоталитаризм, за военный коммунизм и за соучастие в агрессии. Это много? Это мало? Ну, судите сами. Для каждого беларуса это потеря 150-200 миллионов долларов в месяц дохода, который он мог бы получить, будь Беларусь даже последние три года другой страной. Ну вот, а если все суммирует вместе, то, естественно, из беларусского среднего дохода 450 долларов, который опять-таки условно 450, потому что деньги печатать очень активны стали, он в ближайшие два года может получить и 200 долларов. Опять-таки, такой сценарий исключать нельзя, особенно если быстро посыпется Россия, не будет от нее поддержки, не будет в том числе возможности продавать свои товары, и тогда беларусские инвестиционные проекты, вот эти 20 миллиардов долларов, уже можно будет официально признать банкротами. Такова судьба военного коммунизма. Друзья, спасибо большое за внимание к экономике здравого смысла. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал. Живи Беларусь! Слава Украине! Слава Украине!